Они смотрят, ты кто? Я говорю, министр. Точно? Я говорю, точно. Я же первый раз в жизни как-то вижу. Вопрос стоял очень серьезный. Утечка мозгов. Нужна будет очень серьезная общественная поддержка. Капитальные инвестиции в академическую инфраструктуру были в 60-е и 70-е годы. Вот эта проблема общежитий, которая остро стала именно в этом году. Мы сняли ограничения на 4-х годичное обучение. Не хватает компетенций технологических. Я говорю, значит мозги-то есть. Нужно научиться выйти из зоны комфорта. Сегодня я впервые выступаю на этой площадке как министр науки и высшего образования. Вы знаете, министерство наше создано несколько месяцев назад. Мы очень молодое министерство. Нам почти что 4 месяца. Поэтому такими маленькими первыми шажками мы начинаем выстраивать новое министерство, новую фактически отрасль. И позвольте сегодня очень коротко рассказать вам, что мы делаем, какие задачи сейчас стоят перед нашим министерством, какие новые направления, какие проблемы и с вашей в том числе помощью нам предстоит вместе решать. Я бы попросил организаторов подключить несколько там слайдов, которые я подготовил, чтобы где-то визуально в голове у вас отложились, какие-то ключевые факты, ключевые данные, статистики, которые у нас сейчас есть. В целом все не так плохо, уважаемые друзья. Мы любим посыпать себе голову пеплом, мы любим критиковать образование. Практически 99% нашего населения это эксперты, очень серьезные, глубокие в сфере образования. И они все время говорят про то, как все плохо. Есть системные проблемы, мы их должны признавать. Я первые свои шаги как министр начал с признавания этих проблем. Я сейчас езжу по всем министерствам, по всем, извиняюсь, вузам, научным исследовательским институтам, захожу в чердаки, в подвалы, которые никогда, оказывается, никто не заходил недавно в Алма-Ате в институте генетики. Я вот залез прямо в подвал, там ошалевшие лаборанты не смотрят. Ты кто? Я говорю, министр. Точно? Я говорю, точно. Я говорю, первый раз в жизни вижу. Я говорю, молодец, работаем. Вот. Кстати, пульт тоже не работает. Можно где-то с пульта прокрутить дальше. С точки зрения качества человеческого капитала мы не неплохо, на самом деле, находимся в достаточно неплохом, на неплохом месте, если брать по различным индексам. Ну, в первую очередь, индекс развития человеческого капитала на 51 месте из 189 стран. И есть несколько хороших показателей, которые вытягивают нас все время наверх. И один из них – это доступ к образованию в целом. Мы предоставляем очень беспрецедентный, сильный, широкий охват нашего населения и среднего образования, но в том числе и высшим, и среднеспециальным образованием. И только этот один показатель нас тащит очень сильно наверх, на самом деле, потому что страна большая, ресурсов пока, слава богу, хватает. Население не такое большое. И представьте себе те страны, которые испытывают огромное демографическое давление, чтобы хотя бы просто базовый доступ обеспечить. В наших рейтингах, если брать высшее образование, кстати, я сегодня хочу поздравить нас всех впервые в US News Reports. Вы знаете, вот несколько из больших рейтингов, Times Higher Education, US News Report. Он очень-очень сильный, очень такой жесткий по качеству отбора. В этом году вошел еще один университет Казахстана, это наш Улток Знакхан Рашан Рагмас. Наш университет имени Аль-Фараби, Казахский национальный университет. Теперь наш Аль-Фараби. А это вот буквально сегодня новости вышли. Но, несмотря на это, вопрос плечевой, который сейчас стоит перед нашими министерствами, в целом системе образования, это продолжать этот доступ обеспечивать. Почему? Мы с вами видим беспрецедентный демографический взрыв. Не только в Казахстане, не только в Центральной Айзии, и вообще в целом нашем макрорегионе. В два последних года родилось почти миллион детей. Шкурит у Музгерек, это очень хорошая тенденция. Это 456 тысяч детей в прошлом году, 426 тысяч детей в позапрошлом году. Абсолютный рекорд 21-20 столетий вместе взятых. 417 тысяч детей родилось у нас в 1987 году в Казахской ССР. И это был абсолютный рекорд 20-го столетия. Два года подряд мы уже имеем с вами два новых рекорда. Поэтому у пандемии, как выясняется, тоже есть свои позитивные стороны. И абсолютный рекорд мы ждем в этом году. По итогам 22-го года мы ожидаем почти 500 тысяч детей. То есть полтора миллиона детей родилось только у нас в Казахстане. Узбекистан, это демографический гигант наш сосед в нашем регионе. Кыргызстан, Таджикистан, везде идет демография вверх. Но если взять шире наш макрорегион, Индия, Пакистан, Бангладеш, Индия в этом году официально стала самой густонаселенной страной мира. Обогнав уже Китай с полутора миллиардом населения, которое очень быстро растет. Помимо этого начинаются миграционные, очень серьезные изменения. Большинство стран еще не до конца очнулись или, скажем так, не успели перестроить свои миграционные режимы. Сейчас уже огромное количество наших детей, семей, которые хотят обучать детей за рубежом, начинают испытывать вот эти миграционные ограничения визой, миграционные режимы уже не так, квотирование определенное при поступлении в высшие учебные заведения. То есть мы сейчас видим, что в связи еще с большими, вот, к сожалению, не очень хорошими трагическими событиями, которые в нашем регионе происходят, есть определенные перетоки. Большое количество людей, которые учились в России, в Украине, сейчас начинают искать альтернативные точки для получения образования. Только, например, с Индией, из Пакистана 23 тысячи студентов сейчас медицинских университетов украинских сучатся в наши двери, в казахстанские, крыскские медицинские университеты для того, чтобы продолжить свое обучение. И вот, скомбинировав все эти 3-4 фактора, мы уже понимаем, что в ближайшие 3, 5, 10 лет будет очень серьезная проблема обеспечения доступа и к среднему, и в частности к высшему образованию. 623 тысячи студентов, уважаемые друзья, на сегодняшний день учатся, если брать бакалавр магистров PHD, в наших высших учебных заведениях, их 120 у нас, 105 гражданских. Но уже к 2030 году мы ожидаем вдвойное увеличение, вдвое увеличение студенческого контингента. То есть почти 1,2 млн студентов у нас будет уже буквально через 5-6-7 лет. И эта волна демографическая вместе с волной миграционной дадут очень серьезное давление на нашу образовательную систему. И первая эта волна ударила уже по дошкольному и среднему образованию, вот то, что мы сейчас видим. Вот эта проблема общежитий, которая остро стала именно в этом году, это тоже последствия вот этой миграционной, в частности, составляющей. Что нам предстоит сделать? Нам предстоит очень серьезно подумать, как нам справиться с этой демографической волной. Да, с одной стороны, мы увеличиваем количество грантов. Мы в этом году дали беспрецедентное 88 тысяч грантов высшего образования и 127 тысяч грантов средне-специального образования. Никогда таких количеств грантов мы не давали. На 19% в целом мы увеличили государственный образовательный заказ по сравнению с прошлым годом. Но и это не спасет нас, потому что есть очень серьезные ограничения по академической инфраструктуре. Последний раз, к сожалению, в Казахстане капитальные инвестиции в образовательную инфраструктуру, в академическую инфраструктуру были в 60-70-е годы. Казгуград 74-75 год, Букетов университета Каргуграда 70 своими гектарами, это 73-72 годы. Основные вузы наши построены в 60-70-е годы. Отдельно, если, конечно, Назарбаев университет мы убираем в сторону, то капитальное строительство кампусов, больших учебных площадей у нас закончилось 50-60 лет назад. И за эти 50-60 лет мы не строили новые академические инфраструктуры фактически. Это очень серьезные ограничения. Поэтому выхода у нас не так много. Выходов у нас не так много. Первый, тут уже оно не просто становится данью моде, цифровизация, гибридное образование, онлайн-образование. Это становится необходимостью просто. То есть уже сейчас наши вузы не выдерживают такого наплыва студентов. Вот для примера наш Альфарбе, который я сегодня упомянул, государственный наш национальный университет, Гарашан Рагамас, его академическая инфраструктура рассчитана на 10, от силы 12 тысяч студентов. Как вы думаете, сколько студентов учится сейчас в Казгу? Почти 27 тысяч. Таким образом, все наши университеты уже перестают на самом деле выдерживать то количество студентов, которые начинают поступать. И цифровизация, переход на гибридные форматы обучения, на сокращение периода обучения, переход на более гибкие форматы уже становится неизбежностью. Уже в августе этого года первое решение, которое я практически начал принимать как министр, пересмотр государственного образовательного стандарта, разрешать вузам более гибко пересматривать форматы обучения. Мы впервые разрешили уже и онлайн форматы, до этого законодательно было ограничение. Мы сняли ограничение на 4-годичное обучение, чтобы студент 4 года занимал академическую инфраструктуру. Сейчас вузы фактически могут рассматривать сами длительность обучения. Если студент, главное, выдерживает 240 кредитов, это базовое условие, может закончить их за 3,5 года, за 3 года, даже за 2,5, за 2 года он может это делать. У нас запущены были несколько лет назад, Астана, эти университеты, вы знаете, бакалавриат базовый не 4 года, а 3 года. Поэтому вот такие более децентрализованные форматы для нас, это очень важная приоритетная политика. И еще один, наверное, выход, это приглашать в образование инвесторов и приглашать открывать наше образовательное пространство для иностранных университетов. Это очень большой шаг. Мы не так просто, нам он дался. Мы уже открыли несколько кампусов, филиалов больших университетов. Вы знаете, Демонфорд открылся в прошлом году в Алматы. Вот я уже успел попасть на перерезание ленточек. Период в сентябре, извиняюсь, мы открыли Московский инженерно-физический институт Кампус в Альфарабии, Губкино, Ватрау. 12-6 сентября в Петропавловске мы открыли университет Аризона. Впервые вообще, наверное, в истории нашего региона. Американский университет, причем такой Аризона, Аризона, прям американский университет, открылся вот прям на границе с нашим большим соседом в Петропавловске. И очень интересные начались вещи, начали вещи происходить. Впервые в Североказахстанской области приехали студенты учиться в СКО Монаш Козубаева, наш университет региональный. Из шести регионов я лично ездил, встречался со всеми там родителями с 175 вот этими первым набором. Тараз, Шимкент, Астана, Алмата. Я встретил Тараз Дангеген, Танугасанья. В особенности из Тараза. Почему вы приезжаете? Оказывается, они уже слышали, что американский университет открылся. Стабилизировалось в этом регионе. 62% в среднем выпускников школы этого региона уезжали, в основном в Россию, конечно, дело. В другие регионы они начали оставаться. То есть сейчас наша задача открыть наше образовательное пространство, дать возможность не только нашим университетам, но и за рубежа большим, серьезным, хорошим университетам зайти и воспользоваться вот этим огромным рынком образовательным, который на наших глазах формируется. Если мы все сделаем правильно, в ближайшие 3-5 лет Казахстан и в целом Центральная Азия может стать очень серьезным академическим хабом, уважаемые друзья. Потому что огромное количество людей, которые ищут выходы для получения высшего образования, которые старые традиционные хабы из разных причин, политических, миграционных, ограничительных и других форматов безопасности, мы можем перехватить этот поток и создать очень серьезный образовательный хаб прямо здесь. Примеров у нас предостаточно Малайзия, Эмираты, которые смогли создать вот такие островки академической мобильности не только для студентов, но и для ученых, для исследователей, которые ищут безопасную гавань для того, чтобы продолжить свои исследования. И Казахстан, и в целом Центральная Азия, здесь не только Казахстан, имеет возможность такую исторически, редко она предоставляется, создать этот хаб. В Узбекистане, в нашей соседней стране, уже 27 филиалов зарубежных университетов открыты, на самом деле мы очень серьезно опаздываем. Но ключевой, конечно же, вопрос, как нам, сохраняя этот доступ к высшему образованию, не потерять качество. Это минимальная задача. А максимальная задача усилить это качество. Потому что, как я показал вам, человеческий капитал у нас есть. Я как-то был на одном совещании в правительстве, до того, как я был министром, просто как эксперты меня позвали, и вопрос стоял очень серьезный. Утечка мозгов. Я вот помню, я просто поставил, говорю, «Уважаемые коллеги и большие руководители, это же хорошо, что у нас есть утечка мозгов». Все только на нее посмотрели, «Ты что говоришь?» Я говорю, значит, мозги-то есть, есть чему утекать. Действительно, мозги есть. Но нам не хватает, есть хороший, качественный, человеческий капитал, но не хватает компетенций технологических, инженерных, чтобы этот наш качественный, хорошо подготовленный, с широким кругозором, с отличным знанием иностранных языков, человеческий капитал мог транслировать, абсорбировать технологии, создавать новую добавленную стоимость, заниматься прикладными исследованиями, создавать точки роста здесь, потому что у нас очень хорошо получается изучать, обобщать, интерпретировать, комментировать, говорить, но создавать, дополнять, улучшать, создавать на базе этих технологий, это новую дополнительную ценность. Вот это пока у нас плохо получается. Господин министр, я прошу прощения, что перебиваю вас. Все, у меня последняя минута, чтобы завершить свою мысль. И, уважаемые друзья, задача, которую мы сейчас ставим перед собой, она очень амбициозная. Она потребует очень серьезной, в первую очередь, культурной, ценностной перестройки нашего высшего образования и науки, в первую очередь. Нам всем, начиная с министерства, начиная со всех наших руководителей, вот этих больших нинь, которые еще в советское время остались, начиная со всех наших уважаемых профессоров, заканчивая всеми нашими молодыми профессорами, заканчивая всеми нашими студентами, нужно научиться выйти из зоны комфорта. Потому что, к сожалению, то, как мы сейчас выстраиваем наше образование, то, как мы сейчас выстраиваем наши исследования, как мы осваиваем гранты, как мы пишем статьи, как мы пишем книги, недостаточно. Чтобы действительно сделать вот этот технологический рывок, повторить историю успеха наших соседей, азиатских стран, нам нужно сделать еще чуть больше. Нужно научиться создавать продукты. И это очень тяжело. Мы очень хорошо преподаем, неплохо преподаем. Мы пишем книги, мы пишем статьи, публикуем. Но нашим профессорам, нашим ученым, нужно формировать новый, очень серьезный блок компетенций. Это блок технологический. Этот блок компетенций созидательный, инженерный. Это формирование очень прикладных вещей. Это формирование новых лабораторий. Это научиться работать с тем оборудованием, которое мы уже закупаем. Поэтому, уважаемые друзья, нужна будет очень серьезная общественная поддержка тех больших новых реформ, которые мы потихоньку начнем внедрять в нашей сфере. Потому что будет больно. Потому что будет большое сопротивление. Потому что люди, привыкшие делать 30 лет науку, будут очень серьезно сопротивляться. И я обращаюсь сегодня ко всем присутствующим онлайн, оффлайн в нашем зале. Пожалуйста, помогите нам правильно перерасмыслить приоритеты развития нашего образования. Поддержите те инициативы, которые сейчас появятся в недрах нашего министерства. Нужна будет очень серьезная общественная поддержка для того, чтобы все-таки все те люди, которые имеют отношение к образованию, которые заняты в образовании, наконец-то поняли, что без внутренней трансформации внешней трансформации не будет. Люкон Рахмед. Большое спасибо. На английском я бы сказал great again. Люкон Рахмед.